Жесткий перехват американцев над Черным морем По словам официального представителя Пентагона Мишель Балданзо, инцидент в небе над акваторией Черного моря произошел 25 января. Это истерика, люди не привыкли, что им дают отпор или во всяком случае показывают их место. Что значит грубый перехват? Если бы он ему встал в хвост и дал очередь, а надо было, это было бы грубо. Или если бы на поперечных курсах прошел? А что значит грубо в воздухе подойти? Цитирует вице-президента Академии геополитических проблем полковника ВВС Владимира Анохина портал «Взгляд». Это военно-воздушные силы, это нейтральные воды. Пусть тогда этот летчик, которого очень грубо перехватили, переходит в гражданскую авиацию и живет по законам Международной организации гражданской авиации, добавил Анохин. Перехват есть перехват. О профессионализме судить не их право. Они считают себя самыми главными в мире и что им все можно. «Недавно же наши Ту-160, Ту-22 ходили. Они их перехватывали, рядышком летали. Но в международных водах все летают, запрета нет», – высказался по поводу инцидента экс-командующий 4-й воздушной армии ВВС и ПВО герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко. У РС-135 куча всевозможных антенн. У него есть средства радиотехнической разведки, станция бокового обзора. Он на своей РЛС видит четкое изображение всей местности вплоть до автомобилей, которые движутся по дорогам. «У нас, когда Ту-95 летают за Норвегию, к ним постоянно подходят. И наши к ним подходят. Наш в этой ситуации, может, подошел чуть поближе. Может, специально отвернул так, чтобы спутной струей немножко тряхнуло. Боятся всего. Не русские же летчики. Он подошел близко, они стали бояться сразу. «Не подходи к нашим границам, и никто к тебе подходить не будет», – прокомментировал ситуацию летчик-испытатель Героя России полковник Игорь Маликов. Можно понять крайнюю степень досады Пентагона. Этот самолет-разведчик с экипажем 30 человек, напичканный электроникой, пролетел 10 тысяч километров, чтобы собрать данные о ПВО Крыма. Тонны горючки сжег. И тут наша Сушка делает такой маневр в 6 метрах от его кабины, что реактивная струя сбивает эту махину с курса. Американцы поняли, что от них не отстанут и ретировались. «Не суйтесь к нам, американцы! Памперсов не хватит!» На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!